13 минут осталось мне ехать На мне прикольное алое платье Стоит вообще копейки Всем привет, всем привет Пока вы будете добавляться, я отвечу на один вопрос, который я увидела в опроснике у себя Вот, решила уже здесь на него ответить Как я отношусь к хейту Антона Гусева Я вообще стараюсь не вникать в хейты на людей Я не интересуюсь хейтами в мой адрес То есть я считаю, что это существует в принципе в природе Какие-то явления, не обязательно за всеми гоняться Тратить туда свою энергию, фокус туда свой кидать Относительно Антона Гусева, мне кажется, что это Во-первых, он очень часто, будучи в паре, например, с Викторией Романец Моё мнение, да, они хайповали То есть вот эта история, когда расставания, какие-то подробности Из рядовон выходящие семейный пар выносились Для того, чтобы их обсуждали Люди привыкли То есть они, получается, выстроили в своё время Такой формат отношения с аудиторией Пренебрежительной, недоверчивой где-то, да Плюс какое-то количество людей, скорее всего, не могут принять Какие-то пластические операции, которые делал Антон Гусев Из-за этого хейтят Я считаю, что это неправильно Что каждый человек имеет право на своё количество пластических операций Мы в таком мире живём Плюс бывает такое, что блогеры иногда опускаются до нечестных реклам Вот если на счету Антона есть какие-то рекламы мошенников и так далее Возможно, ещё из-за этого хейт Но, опять же, я не в курсе, что происходит в его жизни Я за ним не слежу Мне искренне жаль людей, на кого обрушивается хейт Потому что в своё время у меня тоже, к сожалению, был такой момент Когда меня там обсирали, я была блондинка, у меня не было детей И для всех, не для всех, а для большинства моей аудитории Я была шлюха-проститутка, бездетная, лентяйка, знаете, ой, уродка Покрасилась, на кого ты похожа То есть я пребывала тоже в таком Я чувствовала отток энергетический, когда я заходила в Анстон Сейчас у меня очень классная аудитория Я прям кайфую Она из-за того, что мои странички время от времени удаляются У меня прям отсортированы самые сливки адекватных, хороших девочек и женщин, парней Так, как правильно сказать То есть люди не заточены на то, чтобы кидать в меня говно в комментах Люди заточены на то, чтобы общаться, чтобы была связь, получать хорошие эмоции Ну, плюс ко всему я провожу систематическую зачистку Если я вижу, что кто-то пытается свое говнецо мне закинуть в комментах или в личке Я без разбора, безжалостно блокирую То есть мне важно качество, а не количество Я не гонюсь за количеством Я не залю свою аудиторию Я люблю свою аудиторию Берегу ее Это много холлайтера, как нанесла сегодня Катя, у вас 13 часов преследует, по-моему, пару дней назад Вы тоже в машине Уехали, говорили, 13 минут Ехать осталось Уже 7 Не знаю, не заметила, что меня кто-то преследует Когда проведете совместный эфир с сестрой Юля анонсирует, что у нее эфир будет про секс и оргазм Ну, думаю, что она не со мной хотела обсуждать эту тему Я очень хочу провести совместный эфир с Юлей И сохранить его у себя на страничке И хочу, чтобы это было не единственное Вообще, я хотела... А напишите-ка, пожалуйста, в комментах Я хотела попроситься в совместный эфир с Юлей С Никитой Капелюш хотела совместный эфир провести Мой бывший первый муж У него сегодня день рождения Он мало того, что психолог Он еще и диджей И его, представляете, написал трек, который занял первое место в мировом чарте В чарте Испытываю, конечно же, гордость Молодец Вот, и хотела делать совместные эфиры с интересными людьми То есть с психологами И оставлять это у себя в ленте Вот, чтобы нам с вами было интересно побеседовать Не только со мной, но еще с каким-нибудь приятным умным человеком Вот Какую клинику посоветуешь в СПБ делать бутатоксин? Конечно, красивые люди Их советую просто молниеносно Потому что они очень клиентоориентированные Они прям... Прям, знаете, как будто бы вы хрустально будут к вам так относиться У них профессионалы А врачи все с медицинским образованием И сколько вот я у них... Ну, наверное, уже год обслуживаюсь Может быть больше Ботокс очень аккуратненько колят Никакой гипер... Гиперкоррекции Такой, знаете, очень профессиональный подход Потом врач запоминает дозу, которая нужна вам Зоны И уже можно даже ничего не объяснять Просто на коррекцию приходите и все Круто Кать, пожелай мне хорошего дня Анастасия, желаю тебе хорошего дня Очень подходят яркие цвета Спасибо большое Это вот алое платье Красный пакетик Это моя Леночка мне сделала Уже правильный разбор карьеры По астрологии И мой цвет Соцсетей красный Поэтому я кайфую неистово Я обожаю себя в красном цвете И мама нас все детство Одевала в яркие цвета В красненькие всякие кофточки Поэтому для меня Это очень приятненькие моменты Спасибо большое всем за добрые слова Очень приятно Спасибо большое и мне Хорошего дня Хороший тон помады Вау Под теплый цвет кожи Да, это я чуть-чуть нанесла Сначала нанесла карандаш 780-й Который у меня сохранен В рубрике Ищейка Если нужно Этот карандаш для губ Дешевый, но классный Такой пудровый И на него поверх Чуть-чуть красной помады Так в центре Прямо так растушевала Смотрю, думаю Святые угодники Да это же прекрасно Где ваш малыш? Мой малыш сейчас Остался с бабушкой Я в Москве Я в Москве Еду в клинику На обследование Это вот какая красивая Кстати, вчера тоже была в клинике Ой, губы очищаются Вчера была в клинике на обследование Видела, сидит бабулечка Такая милая Сил нет Но она в паричке У нее на воротничке бусиночки На ручке браслетик Из жемчуга Думаю, господи Что же за прелесть Жалко, что она Собралась силами, чтобы встать Рядом был ее сын Помогал ей И я испытала такие Неоднозначные эмоции Какой-то эмпатии И восхищение Что бабушка старенькая Но она женщина Будем называть ее женщиной Пришла в бусиках Такая нарядненькая В больницу Про косметологов Питер Я говорила в начале эфира Пожалуйста, посмотрите Катя, вы общаетесь С родственниками бабушки Тети, дяди У меня нет никого уже У меня остался только брат Из тех, кого я знаю Но с братом общаемся Очень-очень редко Я рассказываю Саве Что у него есть дядя Влад И мы шутим Ну, так почему-то сложилось Редко общаемся Никаких обид Просто так Я ему говорю У тебя есть дядя Влад Смотри на фотки Дядя Влад Которого никто никогда не видел И мы как-то Лежим перед сном Он говорит Мам Я знаю, кто тебя преследует Я говорю Кто? А он говорит Это дядя Влад Которого никто никогда не видел Ну, типа, знаете, шутку зашутил Шутник маме Вот Бабушка у меня умерла Когда мне было 5 лет еще В Одессе Дядя тоже умер, к сожалению Больше никого Мама тоже умерла Но мне так нравится Я еще Один раз за долгое время Включила Наконец-таки Телевизор Который находится у меня В спальне И просто покайфовала Лежа на кровати Посмотрела телевизор Думаю, нет Я еще Эту функцию Просто, понимаете Я повесила Три телека в квартире У меня как Евро Евро Двушка получается Или евро-трешка Ну, короче А по факту Смотрели телевизор Только на кухне Всегда Вот Так, чтобы полежать Еще и поесть еду В кровати Знаете Я так не делала Эфир обязательно сохраню Какая вы куколка Очень красивая, Катюша Спасибо большое Так Вы переехали в Москву? Нет, еще не переехала Я в связи с некоторыми событиями Пока что Поставила на паузу Продажу квартиры Потому что я сейчас Целый месяц буду сидеть В Москве Какие события грядут? День рождения у меня 9 апреля Помимо этого Еще кое-какие события Которых я вам скажу Чуть-чуть попозже Так Ну, в Москву переезжать Я не передумала Так, чтобы вы понимали Может быть Просто чуть-чуть затянется Эта вся история У них есть инстаграм Красивые люди Да Они называются Beautiful People И у них логотип Такой золотой Так, я не помню У меня поста Я подписана на них Если не впадлу порыться В моих подписках Можете там поискать Клинику Beautiful People Спасибо большое, девочки Всем за добрые слова Очень-очень Прям вон лав Очень вам благодарна Заходить в эфир Общаться при такой обстановке При такой атмосфере Одно удовольствие Что вы думаете По поводу того Чтобы приглашать В совместные эфиры Интересных людей Напишите, пожалуйста И хотели бы вы Чтобы Я провела эфир Может быть с сестрой И поговорила На женские интимные темы О которых я говорила В начале эфира Откликается ли это вам У меня тоже день рождения 9 апреля Круто Так, клиника Красивые люди Так, так, так Расскажите про личную жизнь Вы знаете После того случая Когда я показывала вам Частично Того мужчину С которым у меня были отношения Который, помните Айфон подарил Потом он слился Мне было очень больно Я приняла решение С тех пор Не говорить о своей личной жизни Потому что Каким-то мистическим образом Начинает происходить говно Какое-то говно Вот даже я вспоминаю Пока я скрывала лицо Своего второго бывшего мужа Все было хорошо Помните телевизор Он то ворон То все Потом, когда начала его показывать Началась какая-то жопа Первый бывший муж Никита У которого сегодня рождение Когда я не помню Но мне тоже кажется Что когда-то прям Его пиарила Вау Как красиво Смотрите Когда я его пиарила Тоже началась какая-то жопа У Никиты он еще был маленький Ну молоденький И не очень справлялся С той темой Что ему начинали Писать какие-то телки Типа давай Приеду тебе сделаю хорошо Вот это он у меня все показывал Думал Что происходит вообще Ну то есть Какие-то странные моменты Поэтому очень хотелось бы вам все рассказывать Показывать Но пока что Как-то я Не Не замотивирована в этом И когда сливается Например Как слился последний Этот парень Да мужчина Ну не последний Пусть у него еще была Вос и маленькая тережка Вот Ну от которого я говорила Да Мне было очень больно Мне было очень обидно Что об этом еще все знали Знаете Как Ну честно говорю Когда кто-то слился И об этом никто не знает Ну как-то чуть-чуть поднасрать Да Когда я еще расстринела На все четыре стороны Это еще как будто бы Стыдно Знаете Помимо того Что больно Стыдно Я не хочу испытывать Этот спектр эмоций Меня Я поняла иногда Кидает в бесконтрольные эмоции Поэтому Пока что вот так Моя Катюша Привет солнышко Ясненькое Счастье любит тишину У Василия были серьезные ссоры? Были конечно К сожалению Были даже очень серьезные Мы не скупимся Какой должен быть мужчина рядом с вами? Вы знаете Я честно вам скажу Я сейчас Нащупываю себя настоящую При помощи соционики Которой занимается Юля И иногда кажется Ой я уже приехала На самом интересном вопросе Давайте продолжим В другом эфире Пупсички Спасибо большое Что пришли ко мне в эфир Пишите под эфиром Твои вопросы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому